В центре города, под стенами Кремля, прохожие замесили покалеченного мужчину. Молодой человек лежал на траве без признаков жизни. Очевидцы не оставили пострадавшего одного и вызвали скорую помощь. Уже в машине медиков молодому человеку оказали первую помощь. При падении парень получил травмы головы и плечам. Подробнее о произошедшем рассказали очевидцы. Может быть он с горы скатился или поскользнулся и упал, ударился, может, головой в камушке. Он лежал, его голову чем-то накрыли, может он голову разбил, я не верю. По словам очевидца, он тут же вызвал скорую помощь, однако по телефону ему ответили, что он не единственный доброжелатель. У него что-то батарейка сидится, если вы поможете ему зарядить телефон каким-то образом, я буду вам признателен. Нет, там не заряд приезд, не заряд. Гости города оказались не менее добросовестными. Они не только вызвали медиков, но и позаботились, чтобы пострадавшись смог связаться с родными. По предварительным данным, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Для более тщательного медицинского обследования его увезли в 12-ю городскую больницу. Во время задержания полицейские изъяли у мужчины почти 16 килограммов наркотиков. Все произошло в Верхнеусловском районе на контрольно-пропускном пункте Малиновка. Как сообщили в пресс-службе УВД, сотрудники ДПС остановили водителя для проверки документов, но в итоге им пришлось досмотреть его автомобиль. Проверка документов, въезжающих в Казань автомобилистов, для сотрудников ДПС является обычной процедурой. Так и в этот раз. Сотрудники полиции остановили очередной внедорожник. Представившись водителю, они попросили показать техпаспорт и права. Однако мужчина начал вести себя не совсем адекватно. В ходе осмотра автомашины в багажнике полицейские обнаружили черный полимерный пакет, укрытый одеялом, в котором находились свертки с наркотическими веществами. Осмотрев пакет, сотрудники полиции достали из него около 16 килограммов подозрительных веществ. Находки были отправлены на экспертизу. Выяснилось, что в машине 42-летнего москвича лежало 5 видов наркотиков, среди которых кокаин и гашиш. Свыше 6 килограмм гашиша, более 5 килограмм мефедрона, порядка 100 грамм кокаина, а также около 3 килограмм амфетамина и более 70 грамм синтетики. Общий вес изъятых наркотических средств составил 15 килограмм 888 грамм. Мужчину доставили в отдел полиции. Во время допроса он рассказал, что столь большую партию наркотиков он вез из Москвы в Казань, Самару, Уфу и Пермь. Помимо этого выяснилось, что раньше задержанный уже был судим по серьезным статьям – грабеж и разбой. Ему были предъявлены обвинения, и сейчас он находится в следственном изоляторе. В результате аварии пострадала женщина сегодня днем на перекрестке проспекта Ямашево и улицы Мусина. По словам очевидцев, «Шкода» выехала на красный сигнал светофора и на полном ходу протаранила «Киа Спортейдж». На место происшествия выехали две кареты скорой помощи. Самые серьезные повреждения получила «Шкода Фабия». В результате удара почти вся передняя часть автомобиля оказалась смята. Женщине, которая находилась за рулем иномарки, срочно потребовалась помощь медиков. Родственники потерпевшей помогли ей дойти до кареты скорой помощи. Один из очевидцев рассказал, что «Фабия» выехала на красный сигнал светофора. Белая машина ехала отсюда, выезжала. Оттуда на красный свет машины много ехали, он всех пропустил. Выехал на светофор, и это откуда ни возьми взялось, влетело у него. По словам очевидцев, «Киа Спортейдж» ехала по улице Мусина на зеленый свет. В этот момент к перекрестку подъехала «Шкода Фабия». По какой-то причине владелица иномарки не заметила, что ей загорелся запрещающий сигнал светофора. В этот момент и произошло столкновение. Вот там машина. Мы на зеленый две машины ехали. После осмотра владелицу «Шкоды» госпитализировали в ближайшую больницу. Истинного виновника столкновения теперь установят сотрудники ГИБДД. Сегодня утром на улице Тихомирного столкнулись «Газель» и легковой автомобиль. Обе машины ехали в попутном направлении. По словам водителя «Газели», он пытался перестроиться с крайней правой полосы на среднюю. Водитель грузовой машины утверждает, что не заметил легковушку из-за габаритов транспортного средства. Свою вину он признал. Автоледи за рулем «Сузуки» рассказала, что после ДТП мужчине стало плохо. Он потерял сознание. На место происшествия прибыли медики. Они оказали ему помощь. После этого мужчина пришел в себя и самостоятельно заполнил все протоколы. В московском районе ночью столкнулись два автомобиля. ДТП произошло на пересечении улиц Васильченко и Гагарина. На первый взгляд, авария случилась из-за несоблюдения правил дорожного движения. Однако один из участников происшествия утверждает, что другой водитель специально подстроил аварию. Он делает сумасшедший разгон и врубается в меня. Понимаете, тормозного пути это специально врубился, в общем-то, для того, чтобы скрыть свои какие-то дефекты. Возмущенный водитель «Опеля» убежден, что авария была подстроена вторым участником. По его мнению, водитель французского автомобиля прибавил скорость, когда увидел, как «Опель» совершает маневр. Я разворачивался вот в этом месте. В каком? Вот здесь. Через двойную сплошную. Ань? Через двойную сплошную. Ну, она везде здесь. Двойная сплошная. Двойная сплошная полоса о чем говорит? Ну, о чем говорит двойная сплошная. Владелица немца ехал по улице Васильченко и повернул налево на улицу Гагарина через двойную сплошную. В этот момент в правую сторону автомобиля въехал Рено, который направлялся с улицы Кулахметова. Просто это передо мной начали разворачиваться и, соответственно, здравствуйте. У вас какие-то повреждения на машине до этого были? Не было. У меня даже фотографии есть. Прижавшие даты о том, что машина была целой. По словам водителя Рено, скорость его автомобиля была около 60 км в час. Наличие каких-либо повреждений до аварии молодой человек категорически отрицает. И если потребуется, он сможет доказать это в суде. Продолжение следует...